Звездные войны. Один из пунктов доклада директора национальной разведки США сейчас активно обсуждают в прессе. В нем говорится, Россия и Китай создают оружие, способное вывести из строя американские спутники. Чем это грозит, выяснял Дмитрий Анопченко. В небе над землей скоро пробки будут, словно на автомагистралях. По официальной статистике, на орбите планеты уже 4,5 тысячи искусственных объектов. Две трети из них металлолом, устаревшее военное оборудование и его обломки, но остальное действующие спутники для связи, наблюдения или навигации. Технологии шагнули так далеко, что если 60 лет назад, в октябре 57-го, запуск Советским Союзом первого спутника стал событием для всего мира и потребовал ресурсы всей огромной страны, то теперь и государства, и частные компании способны посылать в космос, что захотят, за сравнительно небольшие деньги, до 100 миллионов долларов. Прибываем. Точка назначения будет справа. Включая навигатор в машине или в мобильном телефоне, мы с вами уже и не задумываемся, насколько удобнее стала жизнь и насколько все мы зависим от этих технологий, зависим от спутников. Доклад директора американской военной разведки, переданный на днях конгрессменам и попавший в прессу, заставил теперь об этом вспомнить. Согласно ему, и Москва, и Пекин готовят оружие, способное выводить чужие спутники из строя. В документе прогнозируют, такой арсенал может уже в ближайшие годы появиться. Совсем как в фантастических фильмах, мощный электромагнитный импульс с Земли способен будет разрушить оборудование на спутнике или вообще ослепить его, вывести из строя. И если это произойдет на Земле, начнется паника, ведь на огромном участке территории или связь и интернет пропадут, или, что еще хуже, сигнал GPS не будет работать. А его давно уже не только для поиска объектов в незнакомых местах используют, но и во всех других сферах, в том числе и в банковской. Американская разведка утверждает, и Китай, и Россия уже сейчас создают свои противоспутниковые подразделения и призывает правительство Соединенных Штатов тоже это сделать. А еще настоятельно рекомендует защищать все, что США собираются отправить или уже отправили в космос, для того, чтобы в случае любого конфликта никто не мог начать звездные войны и парализовать американские спутники. А о том, что такая угроза реально, говорит хотя бы один факт. Весь мир сейчас пользуется GPS, простой и понятной американской системой, созданной военными и бесплатно переданной гражданским, но ей постоянно ищут альтернативу. Россия свой ГЛОНАСС создает, один за другим посылая навигационные спутники на орбиту. Китай уже запустил первые составляющие своей системы, Бэйду, Большая Медведица. Евросоюз разрабатывает свою альтернативную всем остальным систему, Галилео. И даже военные США, по слухам, альтернативу своей же GPS разработали. И исключительно для собственного использования, если вдруг противник навигацию парализует. И это угроза, которая оказалась призрачной и гипотетической, но лишь до момента, пока разведка США не опубликовала сейчас свой доклад. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.